Сегодня мы наблюдали за шестью встречами и, конечно же, главный матч для нас с вами здесь был ударцы спорта Олимпийский. Сокол дома, Челмет переиграл 4-3, Молот уступил к петербургскому Динамо в гостях, Петербург набирает обороты и делает это здорово. 1-3, Торпеда Горький смог обескуражить за Ураль, 4-1. Химик дома обыгрывает Югру 5-2 и Югра... Да, в какой-то степени, вот по-игротски, да, она будет потрепана после поездки в Воскресенск и обе команды покажут искрометный хоккей, как кажется, сейчас на первый взгляд. Олимпия продолжает играть со Сканевой, у них третий период. Ну и здесь мы с вами пока фиксируем самый большой счет, самую большую разницу между командами. 3 между Торпедой Горьким и Уралем. Здесь плюс 4, благодаря и вот таким спасениям Егора Назарова. Максим Еременко, казалось, с начала этой встречи получил задорным и веселым. Несколько удачных свершений, хороших спасений. Ну и дальше. И вот этот эпизод, который застал врасплох в том числе и не только защитникам Рязани ВДВ, но и Максим Еременко в частности в домик попал. И никаких шансов здесь для Владимира Бабулева попросту не было. Ну и дальше Рубин вот такую красивую шайбу забрасывает. В большинстве далеко выкатился Еременко. И мы это с Шерстневым уже тоже обсудили. Хотя и оборона Рязани ВДВ здесь сплоховала, позволив отпустить здесь на дальние штанги Бабулева. И он бах и свой дубль в первом периоде оформил. Дальше Рязани шла вперед, пыталась что-то придумать, но сделать это было крайне сложно по первому периоду. А все... А начиналось как красиво, как тоже в еще одной известной песне. Но мы все-таки все меломаны пытаемся какие-то аллегории проводить благодаря строчкам из известных композиций. Джашвили. Владислав Джашвили, он свой уровень игры сегодня продемонстрировал. У него без результативных баллов, но если, конечно, мне не изменяет память, сегодня Джашвили, да, он сегодня без голевых передач, зато у Подкорытова дубль, мы уже сказали. Лыпкань две голевые передачи оформил. Ну и третье звено. Только Александр Осипов не заработал баллы за результативные. Здесь все отметились. И Вдовин, и Шанаурин. Причем Шанаурин сделал очень быстро, сразу же после своего привоза. Ну и все... Да, все четыре звена, кстати, по одному баллу набрали. Как минимум, и Берестенников с голевой передачи уезжает из Рязани. Такие победы окрыляют. Особенно такую крепкую по большому количеству сезонов команду, как Рубин. Им-то, конечно, стоит снова замахиваться на чемпионские амбиции. У Рязани ВДВ они поскромнее. Как минимум, эта зона плей-офф – это то, чего не было уже здесь давно в Олимпийском. И по такой игре, которую они демонстрировали, не беря в расчет матч против Минского Рубина. Да, это та основополагающая борьбы, в которой рязанцы могут быть фаворитами. Потому что будут соперники не такого высокого ранга, как Рубин. Будут соперники, которые тоже во что бы то ни стало начнут выгрызать баллы ради попадания в топ-16. В общем, все самое интересное впереди. А вот такие матчи, они позволяют найти таких звездочек. И опять четвертое звено. Мы-то с вами привыкли видеть силовых хоккеистов там. И сегодня Брютов, Каницкий, Берестенников в комплекте с Гатхитулиным и Сальниковым остановили, это рязанцы. А четвертое сочетание рязанцев, оно хорошо блистало в атаке. А вот в обороне были проблемы. Например, как и в заключительной пропущенной шайбе Еременко в этой встрече. Никто не подстраховал в артаря Рязани ВДВ. И там на пятаке его спокойно просто Александр Подкорытов. Отправил на скамейку уж. Я думаю, вы мне позволите. Такую фразу потом уже подкорытов и еще раз. Успел забросить великое большинство с великим рикошетом. С великим и очень красивым рикошетом. Вот, как кажется, одна из самых красивых шайб в этой встрече. Это гол Владимира Бабулева. Его сольный проход. Рисковал и Антон Андрианов. И вот такие были подножки, подсечки. И ворота. Еще раз я похвалю за вход за дворство спорта Олимпийский. За то, что ворота никуда не улетели. Они остались на месте даже после того, как в них влетели Андрианов вместе с Назаровым. Но опять же, Назаров воротари привыкли в таких ситуациях как-то по злому реагировать на действия атакующих. Но тут все Назаров прекрасно понимал. Есть такой случайный эпизод. Ну, а это шайбы, которые улетали на трибуны, которые забирали себе болельщики. И, конечно же, сувенирная коллекция двух зрителей сегодня пополнится настоящими трофеями. Потому что не каждый может себе позволить шайбу нового сезона Олимпийского чемпионата России по хоккею. А так было предостаточно. Бросков много точности не хватило. С реализацией тоже нужно бороться рязанцам. Этот матч раскрыл все карты, все ошибки перед заключительной домашней встречей первой серии с Югрой. Я думаю, Югра наверняка эту встречу посмотрит. Так что мы им заранее передаем привет. С удовольствием наблюдайте за практическими нюансами этой встречи. И за тем, как рязанцы действовали против. Рубина. Я тут так параллельно смотрю. Здесь у нас кабинка арбитров, которые отвечают за видеопросмотры. И там такой шум был, как будто кто-то упал. Но, слава богу, все живы-здоровы просто уже расходятся по домам. Да и нам тоже скоро уже будет с вами уходить потихоньку. Пора на покой. Время 21.21. Завтра четверг. Завтра все равно еще нужно потрудиться. А там впереди пятница. Но пятница это такой день, рабочий день, который можно провести с улыбкой в лице. С сознанием того, что день-то пройдет быстро в ожидании выходных. Ну и этот матч прошел быстро в ожидании полких атак Рязани ВДВ. Причем я заметил, что не так много болельщиков ушли. А вот здесь, кстати, трикошет. Я так посмотрел, а Назаров, оказывается, вытащил. Вот на этом повторе казалось, что краешком щитков. Но еще одно спасение Назаров совершил. Просто бесподобная игра. И здесь Петраков был готов уже сцепиться с Гатитули на две драки за два матча. И еще одна третья за четыре встречи. Но это было бы слишком много для Рязани ВДВ. Сборная Рязанской области по боксу. Которая, кстати, скоро отправится на чемпионат России. И там и в Тюмени тоже будут свои спортсмены. И уж там, быть может, на ринге они встретятся и поборются за главные трофеи главного, еще раз, будем повторяться, турнира страны. А здесь момент, который мог вернуть три шайбы в гандикапе между командами. Но не вернул, потому что снова Егор Назаров сегодня нам показал мастер-класс. Продолжение следует... Продолжение следует...